Всем привет! С вами Алиска на Береглаб. Работаем с картами, смотрим прогноз погоды на ближайшие дни, делаем вывод о катаклизмах, начинаем с частоты воздуха и смотрим на пожар в Калифорнии. Ну вот он сегодня чуть послабже, хотя задувает сюда, в Неваду. Больше ничего нет, только там и горит. Здесь, кстати, вот полевые бури сейчас поднимаются на границе Боливии, Бразилии, Парагвая. Вот такой сезон у них начинается. Ну и плюс пожары здесь, конечно, эти животноводы делают. Это вот в центре Сахара мы видим здесь бури, да, тоже такие появились мощные в Европе. Все прекрасно. Ну вот здесь Средиземноморье кое-где подсохло, там песочек немножко раздувает. Вот смотрите, теперь куда? Вот в сторону Астаны аж задувает, вот отсюда с этих полупустынь приорали, да. И на севере мы видим здесь происходит вот что-то там дымит. Так же самое вот здесь на западе Якутии все-таки задымление есть. И совсем удивительные вещи вот здесь происходят, рядом с Николаевском на Амуре. Если вы знаете, что там происходит, напишите в комментариях. Мне просто интересно, понимаете, что-то нигде нет никаких обозначений. Все пишут про Якутию только, а ничего такого особого не пишут. Давайте посмотрим, где дожди и грозы сейчас. Ну, в Великобритании, вот здесь вот в Англии, на западе, точнее в Уэльсе даже. Здесь в Швеции небольшая совсем морость. Вот в Поволжье такая прям вот мелкая, да. Ну и в Румынии вот здесь, ох, здесь какая-то, смотрите, ячейка в Италии прям такая маленькая-маленькая. Ну, а в целом новости, конечно, хорошие. То есть приходит бабье лето, устанавливается антициклон над Восточной Европой. И, в общем-то, Санкт-Петербург уже вчера так почувствовал потепление такое хорошее после обеда, писали людям. Но где нет потепления, так это в Иркуте, там плюс 2 градуса. Да, кстати, вот из-за того, что вот такое лето вышло довольно-таки холодное, да и сентябрь тоже не особо. Снег выпал там в Альпах, да. В общем-то, зеленые с Трецком провалились в Германии. Ну, как провалились, они заняли третье место, хотя им все проручили первое место по выборам. Но победили в крупных городах. Понимаете, вот эта молодежь, которая там в городах живет, они проголосовали, естественно, за вот эту вот все сгретую систему. Ну, вот в итоге так получилось. Хотя они, конечно, войдут в коалицию и будут продвигать свои чудесные идеи в жизнь в виде новой налоговой системы, там, системы баллов, там, социальной ответственности и всего прочего бреда. Так, ну вот теперь давайте посмотрим Казахстан. Здесь вот серьезный такой циклончик, причем с Челябинской области, смотрите, здесь снежок выпадает. Вот, а также в Восточном Башкортостане, там сегодня тоже проснулись в снегу. Ну, и вот он движется теперь вот здесь вот в центр Казахстана. Также мы видим в Алтае снежок сейчас, и снегом заваливает север Иркутской области, Бурятию. Вот здесь вот, ну, в Иркутске сегодня более-менее плюс 7, а в Новосибирске так вообще распогодилось, в Барнауле плюс 10. Так, вот еще непогода здесь у побережья Охотска, Магадана, в горах здесь тоже снежок, на севере Чукотке и на востоке здесь снегопады. Ну, в Анадоре плюс 1, а в проведении минус 5. Так, смотрим вот этот тайфун мощный, да, завис не туда, не сюда, но, верю, он, если повредит, пока что только вот эти вулканического происхождения островки, не более того. Ну, хотя это довольно-таки опасно, представляете, вы сидите на вулкане, и вас обдувает ураганище такое жесткая картина. В Китае грозы сильные, да, ну, вот здесь циклон на востоке Индии, вот этот циклон проходит Индию насквозь, идет сюда в сторону Мумбаиа. Также в Индонезии мы видим сезон дождей, в Папуа, ну, все классические. На востоке Австралии, где грозы, в Новой Зеландии уже хорошая погода, то есть опасность как бы миновала. Фэрбэнкс минус 2 градуса, в Анкорье же плюс 4, и, в общем-то, распогодилось на Аляске, вот здесь только на самом-самом юго-западе, здесь вот циклон влияет. Чего не скажешь про запад Канады, где мы видим здесь Уайт Хорс минус 2, и вообще там в горах снегопады сильные, вот здесь на побережье Ванкувера сильные осадки, на востоке тоже непогода, то есть на побережьях Канады. Ну, и в районе Великих озер мы здесь видим грозы, которые происходят. Так, вот здесь что-то в районе Колумбии на побережье какие-то ячейки находятся, да, в районе Аргентины, и на юге все продолжает засыпать снегом Чили. Так, вот интересно здесь, да, вы видели, здесь как раз вот были пыльные бури, а южнее чуть, смотрите, здесь гроза, получается, даже, может быть, дождик выпадает. И вот здесь, кстати, прямо побережье Африки, смотрите, циклоны у Гвинеи сформировался вот этот будущий ураган, судя по всему. Посмотрим за его развитием. Так, ну давайте тогда глянем, какие нас ждут события сегодня ночью, допустим. Посмотрим, да, ураган Сэм, забыл про него сказать, он идет сюда, на северо-запад пока движется. Ну подойдет вот эта полоса осадков, получая Англия, так-то в целом в Евразии все относительно тихо-спокойно. Вот здесь на Забайкале кое-где вот снегопады пройдут в Казахстане, вот этот циклон пройдет дождик, да, но может это и хорошо. Но вот Северная Корея здесь, Северная Корея, Китай, вот так, желтое море, вот здесь вот циклончик такой нарисовывается. Ну и в Индии, смотрите, он проходит этот циклон насквозь всю страну и выходит уже в Аравийское море. А за ним вот новый идет циклон, видать, по тому же маршруту, вот как протоптал дорожку, такое ощущение. Ну и вот здесь вот что-то формируется, смотрим, пока непонятно, пока не совсем ясно, куда же пойдет это все. Вот, но этот Сэм медленно движется, это тоже практически такие неповоротливые, малоповоротливые циклоны. Но вот из Северной в Южную Корею тут хвост проникает и, возможно, там заденется холин. И плюс вот еще идет полоса от Охотского моря сюда до Китая, тоже через Приморье, но там гораздо слабже. Завтра будут дожди, кстати, вот в Бенилюксе странах, в Германии, там Швейцария подойдет, я так думаю. Такие, ну легкие осенние дождики, ничего там сверхъестественного, никаких катастроф не ожидается. То есть совсем по мелочи практически. Ну давайте посмотрим давление. Давление в Евразии по северу высокое давление, да и в Европе отличное. А вот видно циклон в Казахстане и на Дальнем Востоке, виды нижние, также по югам мы видим, что здесь низкое давление. А в Северной Америке преимущественно низкое давление сейчас устанавливается. Ну вот завтра 50 на 50 будет в Северной Америке. В общем-то в Европе, ну вот этот циклон только придет, да. Так-то в Европе высокое давление, особенно в Восточной Европе прекрасная, судя по всему, погода устанавливается. На Алтае вот сюда вот идет циклон. И плюс Приморье, то что мы обсуждали, здесь тоже циклоническая активность. Давайте посмотрим 7 октября уже. Здесь видно, антициклон прям занимает Восточную Европу так плотно, да. В Западной тоже высокое давление, но вот здесь внизу поджимает со стороны Италии, Балкан. Какая-то область низкого давления. Также низкое давление по северу и по Дальнему Востоку наблюдается. Будет наблюдаться точнее. Так, ну давай теперь температуру посмотрим, что сейчас, как и где. В целом теплые температуры находятся только в Средней Азии, не выходят за пределы. Да, даже в Казахстан они не особо далеко заходят. Вот. В Европе тоже такая, в общем-то, хорошая осенняя погода во всей Европе. И Западная Сибирь тоже прогрелась, Сибирь только в горах, да. И морозы сейчас в основном Таймыр, Север-Якутия и Чукотка. Вот в этом направлении. Так, смотрим день в США, какой будет. Ну здесь на Западе через горы прохлада проникнет до Мексики практически. А по Великим Выравнинам наоборот. Обратный процесс сюда в сторону Канады идет тепло. Ночь будет, проникновение через Урал уже пойдет практически до Поволжья. Такая прохлада. И даже вот куда-то в московский регион тоже вот сюда что-то запулится. Какие-то температуры отрицательные могут быть. Завтра, в общем-то, примерно повторение сегодняшнего дня. Ничего такого особенного нет. Давайте посмотрим теперь 7 октября. Ну здесь вот видно, что большая часть уже доходя до Центральной Сибири. Это дневные температуры. Здесь уже будет, да, такой морозец. Вот и в Приморье начинает уже проникать. А Европа пока будет держаться 7 октября. Но давайте посмотрим утренние температуры в Европе. Ну тоже кое-где будут заморозки. Но не более того. В целом так. Ну хотя вот в Турции уже тоже заморозки начинаются потихонечку. А вот в США тоже видно волна такая прохлада через горы происходит. А вот по Великим Равнинам, в общем-то, тепло распространяется наверх. Ну и ночью пока тоже морозов в США нет. Ну что, на этом все. Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу этого прогноза. А с вами был Алекс. Канал Бериллаб. Желаю отличного поражения.